Мы нищие и многих обогащаем, это наша власть Мы нищими себя называем не потому, что у нас ничего нет А потому, что мы сделали дистанцию, мы отрешились Мы сказали, да это все ерунда, управление номер один Ты поставлен на управление Поставлен как сын, на котором мы поставили печать на лбу Раздавать хлеб жизни Это сын, который не говорит, дай мне козленка Сын, который раздает этих козлят Назначает урочное, служанкам Меру хлеба выделяет Мне не нужен миллион долларов, мне нужен миллион возможностей Процветание не здесь Процветание здесь Я хочу, чтобы ты знал, единственная цель у отца В твоем процветании я ведь избрание Здравствуйте, дорогие преуспевающие сыны Божьи Миллиардеры, миллионеры, инвесторы Явления силы и духа Божьего на этой земле Строители храма Я не буду напоминать все те вещи, в которых мы уже привыкли двигаться Вы все их прекрасно знаете И пророческие действия, и постоянный фундамент своего избрания Ты любимчик, ты красавчик, ты поцелованный отцом сын Все это помогает тебе воплощать свое умножение Своего владычества Управление Прямо на престоле Престол это одни мысли с отцом Итак, друзья, с сегодняшнего занятия, с сегодняшнего урока Мы начинаем большой блок тем, который называется Бизнес Соломона И, конечно, мы будем рассматривать многочисленные инструменты С помощью которых Соломону удалось нажить большое богатство Нажить буквально несметное богатство Преуспеть так, как никто другой Ни до него, ни после него И я буду шаг за шагом, друзья мои, показывать Что это за инструменты У нас будут такие уроки, как там про ресурсы То есть, где взять, с чего начать Почему этим надо заниматься И также будут ответы для тех, кто считает, что бизнес это не его тема Забегая вперед, скажу, что бизнес это тема буквально каждого сына в царстве И я сегодня буду говорить об этом Поэтому, дорогие друзья С этого времени начинается буквально Воплощение Воплощение Многих вещей, многих Услышанных истин Именно для того, чтобы в ваших руках Наконец-то появились Реальные, ощутимые Ну, деньги Финансы, золото То, ради чего вообще, наверное, и пришли на этот курс И я рад, друзья, что в самом начале курса, как мы уже говорили Была заложена база, вот это фундамент избрания Даже если Тебе бы сейчас вот просто пришлось прекратить эти занятия И смотреть только предыдущие 10 уроков Одних этих 10 уроков хватит, дорогой друг Чтобы твое сознание вошло в такую фазу Погружение Ну, в небесные вещи Я имею в виду избрание То есть погружение в такие истины Оно дает неизбежное преуспевание Ты что-то начнешь замечать Самое главное, что у тебя появляется в избрании Оглушительная смелость Я по себе это знаю Чем больше я размышляю над тем Какой я избранный Как папа меня любит Как ко мне владыка благоволит Не только папа Еще и всемогущий бог в его лице И мы тоже говорили об этом Потому что разные ипостаси есть у нашего бога И, конечно, отец включает в себя все Но когда ты хочешь двигаться в чем-то определенном Тебе нужно понимать, где он владыка Где он эль-шадай и так далее Мы говорили об этом Сегодня, друзья мои, я хочу только начать Заложить основные фундаментальные вещи Не хочу их назвать библейскими Потому что и без библии эти вещи существовали всегда В духе животворящем В концепции мировоззрения, если так можно сказать Самого бога Итак, друзья, начну с того, что просто прямо и сразу Объявлю такой секрет Секрет процветания Соломона Почему он нажил такое богатство Каким методом И каким способом Не все в этой истории, друзья мои Может вам понравиться Не все Потому что религия вместе с вавилонским влиянием Сделали над умами верующих Изумительную работу Когда я вникаю, что сделал По сути, друзья мои Религия вавилона Это одно и то же явление Но заходит как бы с разных сторон Потому что человек, когда он сидит в религии Он считает себя отдельным от вавилона Что это не имеет ко мне никакого отношения Но это на самом деле Одна из тюрем Вавилонской башни Одна из комнат, если хотите То есть у вавилона все четко Вот религия Вот бизнес Вот политика Вот еще что-то там Социальная какая-то сфера У него все поделено И религия не является чем-то отдельным Это просто один из кирпичей в этой башне И все И поэтому, дорогие Когда я вникаю в то Что сделала вавилонская система С помощью религии Над верующими людьми Я отдаюсь диву Я изумляюсь вообще Если честно Вот даже скажу вам по правде Изумляюсь этой мудрости Кто-то скажет Какая мудрость Вы что На самом деле это мудрость Мудрость, данная Богом однажды Кому? Тому, кто строил вавилон На самом деле У этих существ Если так можно сказать Вы знаете, о ком идет речь У дьявола На самом деле он был Очень Ну или как правильно сказать Он был наделен этой мудростью И конечно Мы не будем говорить о плодах Того, что он стал делать Это и так всем понятно Вот вавилон Вот его все плоды Они налицо Но насколько тонко Насколько искусно Насколько обольстительно Все это сделано Таким образом Что даже святые Люди Святые Сыны Божьи Во все времена Они не могли до конца Разглядеть этого Потому что для того Чтобы это разглядеть Недостаточно быть просто верующим Потому что верующий человек Это человек Который имеет определенные убеждения Мировоззрение Он знает, что Бог есть Ищущим воздает Это все Есть христиане Люди с помазанным разумом Которые работают с помазанием Есть большая разница Это уже другая категория У меня когда есть такое видео Верующий или христианин Вот посмотрите Если хотите Видеть разницу Но есть третья категория Сыны Божьи Я когда говорю За Сынов Божьих Я не имею ввиду Что верующие И христиане Это не Сыны Божьи Это Сыны Божьи Либо скрытые Либо открывающиеся Но есть открытые Сыны Божьи Которые уже сидят на престоле В своем разуме И только Этой категории Личности Дано видеть эти вещи На самом деле Верующие Большинство поколений Не то что не видели Это Они даже не догадывались О существовании Вот этого духа Который их так обманывал Они думали Что вот это так надо Вот это мы тут В своей церкви Вот это тут Значит Наше установление Возникла даже Какая-то гордость Определенная Что мы к этому Не имеем отношения Выйдите из мира Там Из Вавилона И многие концепции Которые по сути Дело говоря Делали Невозможным Вообще Процветание И когда Стали Сами христиане Видеть Что думать Почему Когда ты верующий Ты сразу Каким-то бедным Становишься Они не понимали Этого Почему Почему Мы становимся Бедными Не все Конечно Есть Были всегда Какие-то Прогрессивно Мыслящие Личности Даже среди Христиан У них там Получало Что-то Но большинство Подавляющая Масса Они видели Что верующие Это как правило Бедные И Религия Была вынуждена Изобрести Концепцию Что Быть верующим Это значит Быть бедным А быть бедным Это значит Быть святым И То есть Бедность Она практически Приравнялась К чему-то Святому Хотя Бедность Друзья мои В большей части Знаете Не побоюсь Даже так сказать Это позор Христианства Позор Что христианство Не просто Пришло В какую-то Бедность Долги В какую-то Нищету Да еще И стало Оправдывать Это Можно много Об этом Говорить Но я сегодня Хочу показать Что Никогда Отец Так не видел И Соломон Он Когда Начал Строить Только Храм Я хочу Чтобы вы Это отметили В своем разуме Что он Не построил Храм А потом Стал Заколачивать Бабки Золото Он Заложил Храм И уже На стадии Того Как он Стал Его Закладывать Он Понимал Что понадобятся Огромные Затраты Того Что оставил Давид Конечно На что-то Бы хватило Но не Хватило Бы на Все На дворец На Там Город На Все Что Строил Соломон А он Был Просто В хорошем Смысле Слово Охвачен Одержин Духом Строительства Как и Каждый Сын Божий Который В мирном Царстве Живет Он Должен Охвачен Духом Строительства Кто-то Скажет Какой Дух Строительства Ну Вот так Павел Это Понимал Он Сказал Что Каждый Должен Разуметь Таин Вот он Говорит Мы должны Строить Явление Духа И силы Инвестировать В это Мы должны Поддерживать Это Мы должны Думать Как Еще Что-то Сделать Для этого И Соломон Он Как явный Прообраз Представитель Вот такого Мирного Царства Владычества В золотом Городе Вот он Яркий Образ Он Был Всю Жизнь Тем Кто Что-то Строил И вот Друзья Я хочу Сначала Немножко Для затравки Зачитать Вам Частичку Описания Богатства Соломона Которое Соприкасается С причиной Возникновения Этого Богатства И мы Двинемся Третья Царств Десятая Глава Двадцать Первый Стих Говорится И все Сосуды Для питья У царя Соломона Были Золотые И все Сосуды В доме Из Ливанского Дерева Были Из Чистого Золота То есть Дом Из Ливанского Дерева Сосуды Золотые Чистое Золото Из Серебра Ничего Не Было И наша Любимая Фраза Потому что Серебро Во дни Соломоновые Считалось Ни за Что И все Бы Это Хорошо На этом Обычно Заканчивается Но Дальше Друзья Мои Мы Же Созерцательном Путешествии Это Наш Созерцательный Квест Так Вы Знаете Мы Должны Видеть Не Столько Результат Сколько Причину И Здесь Вдруг Указывается Причина Этого Огромного Состояния Мы Знаем Что Уже Храм Есть Он Заложен Ради Того Чтобы Развивать Это Царь Включил Мозги И Думай Так Давид Оставил Это Хорошо Но Нельзя Просто Использовать То Что Оставил Мой Папа Нужно Приумножать Нужно Включиться В процесс Где Бы Мы Аккумулировали Финансы Огромные Потому Что У нас Огромные Стройки Впереди Нам Нужны Деньги Нам Нужно Золото И Вот Здесь Написано Серебро Считалось Ни за что В одни Соломоновы Ибо 22 стих Ибо Слово Ибо Означает Причину То есть Вот Было Так Потому Что И Дальше Написано У царя Был На море Фарсийский Корабль С кораблем Хирамовым В три года Раз Приходил Фарсийский Корабль Привозивший Золото И серебро И слоновую Кость И обезьян И павлинов Царь Соломон Превосходил Всех Царей Земли Богатством И Мудростью И все Цари На земле Искали Видеть Соломона Чтобы Послушать Мудрости Его Которую Вложил Бог В сердце Его И они Подносили Ему Каждый От себя В дар Сосуды Серебряные Золотые Ну Серебряные Он сразу Куда-то Отправлял Золотые И одежды И оружия И коней И благовония И мулов Мулов Как там Правильно И вот Друзья Я хочу Чтобы вы Сейчас Увидели Каким Бизнесом Занимался Царь Соломон Когда он Начал Строительство Храма У него Напоминаю Это будет Красной Нитью Золотой Через Все 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 Учение Меч Соломона Потому Что Это Меч Соломона Что Соломон Был По его Собственной Просьбе Помазан Огромной Мудростью Расширенным Умом Моментально Он Заложил Строительство Храма Он Понимал Что Это Основное Ради Чего Он Вообще Живет Это Строить Храм Выстроить Его Дать Управление Ответы То есть Все О чем Мы Говорили В Десятом Десятом Уроке Но Когда Речь Зашла За умножение Богатства Вот Как Повела Его Мудрость Здесь Написано Что У Царя Был Фарсистский Корабль Чтобы Вы Понимали Друзья Мои Если Вы Почитаете Разные Переводы Вы Поймете Что Речь Не Идет Об Одном Кораблике Почитайте Еще Также Параллельные Места В Книге Паралипоменон Можете Исторические Сведения Поднять Вы Поймете Что Соломон Имел Не Просто Кораблик Он Построил Целый Флот У Него Была Флотилия Торговых Кораблей Чего Во дне Отца Его Не Было И Соломон Не Умел Торговать Соломона Не Было Флота До Этого Торгового Никакого Флота Не Было И Казалось бы Откуда Вообще У него Такие Познания Но Здесь Написано Что У него Был Хирам И Сегодня Мы Чуть Чуть За Этого Хирама Рассмотрим Потому Что Хирам В Нашей Жизни Он Очень Важен Я Вам Покажу Сейчас Кто Такой Этот Хирам У Нас Будет Отдельный Урок В Котором Мы Будем Рассматривать Ресурсы Мы Будем Обнаруживать Ресурсы В Своей Жизни С Помощью Которых Можно Делать Бизнес Можно Делать Деньги Реальное Золото И Скажу Сразу Забегая Вперед Что Хирам Это Был Ресурс Соломона Как Я Уже Сказал Это Был Друг Его Отца Это Не Был Молодой Царек Если Вы Почитаете Если Вы Почитаете О Хирам Побольше Вы Узнаете Что Он Был Царем Тир Тир Вот Это Царство Тирское Если Так Можно Сказать Это Был Северный Сосед Израиля То Есть По Сути Если Смотреть На Карту Израиль И Сверху У Него Находится Этот Самый Тир И Как Помните Когда Я Говорил Что Соломон Воцарился Захотел Строить Храм Он Послал К этому Храму И Говорит Я Собираюсь Строить Храм И Написано Что Царь Тирский Храм Он Обрадовался И Говорил Вау Я Вижу Мудрость Тебе Отец Господь Тебе Дал Потому Что Ты Храм Строишь В Этом Конечно Заявление Было Не Только Потому Ну Как Его Заявление Что Вижу Тебя Бог Мудростью Помазал Было Не Только Из-за Храма На Самом Деле Царь Тирский Знал Давида Что Он Очень Воинственный Всему Чему Он Мог Научить Соломона Это Только Рубить Мечом Воевать Отвоевать Земли Не Исключено Что Царь Тирский Он Боялся Немножко Своего Южного Соседа И Думаю Там Нормальный Воцарился Мужик Вообще Или Нет Или Он Сейчас Возьмет Как Отец Насчет Территории Тут Расширять Несмотря Что Я Другом Его Отца Был Потому Что Для Царей Это Было Они Там И Сыновей Убивали И Кого Хочешь То Есть Царские Династии Видели Всякое Поэтому Воцарение Сына Твоего Друга В Соседнем Государстве Не Гарантировало Тебе Никакой Безопасности Абсолютно И Поэтому Царь Тирский Думаю Кто У меня Там По Соседству Воцарился И Вдруг По сути Соломон Присылает К нему Посольство Говорит Давай Дружить Давай С тобой Делать Бизнес Давай С тобой Помоги Мне Строить Храм Самое Удивительное Друзья Мои Забегая Чуть Вперед Наверное Я О херами Еще Буду Говорить Несколько Уроков Потому Что Это Вообще Очень Сильный Прообраз И Скажу Вам Сильный Прообраз Вавилонского Царства Вавилона Тоже Сегодня Упомяну За это Но Удивительно Что Соломон Послал Дружить Именно С ним Почему Еще Раз Говорю Потому Что Его Отец Не Передал Ему Никаких Навыков Ни В торговле Ни В том Чтобы Строить Корабли Ни В том Чтобы Вообще Что Строить Вот Война И Все Понимаете Война И Поэтому Когда Соломон По Мудрости Своей Оглянулся По Сторонам Он У кого Мне Поучиться И Он Сделал Тот Шаг Который Верующие Люди Никогда Не Делают Он Написано Заключил Союз Вот С Этим Самым Хирам С Тем Который Отождествлял Он Царь Тирский Отождествлял Собой Вавилонское Царство В духе Я имею Он Не Был На Тот Момент Вавилонским Царством Но Потом Это Войны Там Были То Я Сейчас Не Вдаюсь В Историю Сейчас Объясню Почему Царь Хирам Он Был Одни Не Одним А самым Великим Вообще В истории Вот Этого Тира Именно В его Правлении Тир Достиг Небывалого Величия Самое Интересное Что мы Видим Параллельно Развиваются Оглушительно Развиваются Два Царства Царство Тирское И Царство Израильское Спустя Почти Шестьсот Лет Там Пятьсот Шестьсот Лет Мы Все знаем Иезекиль Пророчествует Тирскому Царю Он Говорит Ты Говорит Разбогател От Торговли Ты Твое Сердце Вознеслось Ты Был Помазанным Херувимом Ты Был Поставлен На Горе Божьей Бог Говорит Я Поставил Тебя И Я Читаю Этого Иезекиля И Думаю Вау Что-то Я Не знаю О Цирском Царе Он Оказывается Был Каким То Херувимом Помазанным Кто-то Говорит Да Это За Люцифера Просто В лице Царя Вот Этого И Разные Есть Версии На Эту Тему Никакую Не Оспариваю Но Хочу Вам Сказать Что В те Дни Когда Пророчествовал Языкиль Величия Тирского Какого Было При Хераме Уже Не Было Все Там Уже Бродило Очень Сильно И Войны Были Восстания Там Можете Почитать Историю Самый Пик Расцвета Тирского Правления Вот Этого Царства Был Как Раз Выпал На Долю Этого Херама Это Он Развил Торговлю И Языкиль Спустя 600 Лет Как Будто Объединяет Всех Тирских Царей В Одну Кастрюлю И Называет Их Просто Царь Тирский Как Будто Это Одна Личность Которая Прошла Через Поколение Династии Этого Царя И Он Говорит Ты Начал С Того Что Торговал Я Вникаю В Историю Понимаю Что Торговал Херам А Языкиль Который Жил На 500 Лет Позже Он Видел Совершенно Другого Царя Но Как Будто Все Эти Цари Были Просто Одним Названием Как Собирательный Образ Такой Царь Тирский Говорит Ты Начал С Торговли И Хорошо Шел Все У Говорит Ты Был Весь В Камнях Драгоценных Вот Если У Соломона Он Любитель Был Золотишко То Царь Тирский Он Был Весь В Бриллиантах Там Его Бриллианты Были Такими Написано Как Огнистые Камни Кто То Думает Что Это Что Это Мистическое На самом деле Это Изысканнейшие Камни Драгоценные Камни Земли Которые Просто Ослепительно Сияли Когда Свет На Них Попадал Такие Камни Существуют И По сей День Существуют Но Таких Камней Сейчас Нету Даже У Самых Богатых Людей А у Тирского Царя Они Были Теперь Почему Соломон С ним Связался Верующие Люди Сегодня Не Пойдут Никогда В Жизни Знаете Там К Представителям Вавилона С ними Какие-то Союзы Заключать Почему Ну что Они Когда Прочитали Не Впрягайся В одно Ермо С неверными И Пока Ты Младенец Умом Конечно Тебе Возможно Не надо Ни с кем Соединяться Знаешь Я Не Настаиваю На том Что Ты Бежал С Вавилоном Торговать Но У Соломона Была Премудрость И Соломон Он Не Собирался Ни с кем Соединяться До Поры До Времени Скажу Что Соломон Из всех Кого Он Видел Вокруг Почему То Остановил Свой Выбор Научиться Бизнесу У Хирама И Скажу Почему Опять Беру Пророчество Езекииля Он Говорит О Царе Тирском Почитайте Это Это Изумительно Он Говорит Ты Мудрее Даниила Говорит Нет Тайны Сокрытой От Тебя И Говорит Дайте Я Зачитаю Езекииль 28 Восьмая Глава Третий Стих Ты Премудрие Даниила Нет Тайны Скрытой От Тебя И Теперь Слушай Твоей Мудростью И Твоим Разумом Ты Приобрел Себе Богатство В Сокровищнице Твои Собрал Золото И Серебра Теперь Слушай Еще Дальше Большой Мудростью Твоей Посредством Торговли Твоей Ты Умножил Богатство Твое И дальше Написано Что Возгордился Ты Совершен Был В путях Твоих Ничего Себе Пока Не нашлось В тебе Беззаконие Дальше От Обширности Торговли Твоей Внутреннее Твое Исполнилось Неправды И ты Согрешил Говорит Я Избавился От тебя Как от Нечистого Херувим Херувим Осенявший Из среди Огнистых Камней Послушайте Еще Это Ты Погубил Мудрость Твою Пишется В 17 Стихе Множеством Беззаконий Твоих В неправедной Торговле Твоей Ты Осквернил Святилище Твои Я Извлеку Из среды Тебя Огонь Который Пожрет Тебя Слушайте Очень внимательно Друзья Мои Когда Соломон Хотел Преуспевать Он Оглянулся Знаете Это Ему Принадлежит Фраза Что Общающийся С мудрыми Будет Мудрым Мудрость Ему Диктовала Божья Мудрость Говорит Посмотри У кого У кого Ты можешь Получиться Премудрости Ты Еще Только Начинаешь Но Есть Те Кто И Премудрость Уже Применил И Вот Языкиль Говорит Большой Мудростью Твоей Посредством Торговли Твоей Ты Умножил Богатство Твое И Вот Мое Первое Заявление Друзья Мои Премудрость Если Ты Хочешь По Настоящему Преуспевать И Богатеть Хочешь Ты Или Не Хочешь Тебе Придется Познать Что Такое Премудрость Торговать Именно Торговать Тот О Не Торговля Не Мое Не Спешите Выключать Телевизор Я Вам Сейчас Открою Удивительные Вещи Друзья Мои Смотрите Тот Кто Мудрее Даниила Царь Тирский Сделал Своё Состояние На Торговле Сделал Своё Состояние И Здесь Написано Внимание Что Ты Был Я Сейчас Тебе Прочитаю Совершен В путях Твоих Доколе Не Нашлось В тебе Беззаконие Оказывается Обширность Торговли Не Является Беззаконием Это Называется Совершенство Путей Премудрости В преуспевании Уметь Торговать Я хочу Вам сказать Забегая Вперед У нас Будет Отдельный Урок Даже Те Кто Считают Себя Служителями Если Вы Не Будете Считать Себя Торговцами У Вас Будет Неплохо Служение Идти Потому Что На самом Деле Раздаватели Помазания Помазания В Библии Называются Продавцами Масла Как оно Продается Я посвящу Этому Отдельный Урок Это Не та Продажа Что Дай Боже Дар За деньги Вас Обманули Вас Обманули Друзья Мои Я Вам Способ Как Это Приносит Оплату И Об этом В другом Уроке Но Сегодня Я хочу Вас Смотивировать Друзья Мои Царство Божье Как мы Говорили Оно Подобно Купцу То есть Если Ты Хочешь Царства Тебе Нужно Иметь Мышление Купца Человека Который Продает И Покупает Купец Это Не от Слова Покупать Только Потому Что Кто Только Покупает Это Потребитель А не Купец Купец Это Тот Кто Покупает И Продает И Смотрите Друзья Царь Соломон Когда Понял Что Ему Нужно Обогатиться Премудростью Знаете Вот Как Его Когда Отец Помазывает Мудростью Разум Прежде Всего Написано Помазание Научит Вас Помазание Прежде Всего Сделает Тебя Способным Учиться Кто То Думает Что Помазание Когда Оно Выражается Так Что Как Только Оно На Тебя Упало Ты Сразу Все Знаешь Нет Помазание Дает Невероятную Способность Твоему Разуму Обучаться И Когда Соломон Почувствовал Эту Способность Знаете Вот Как Я чувствую Способность К Языкам Ну Они Не Появляются У меня Но Я знаю Бам Такая Способность У меня Обнаружилась Что Я Делаю Иду Учить Языки Они Вдруг Усваиваются Такими Знаете Интенсивными Способами И так Далее И вот Помазание Написано Оно Научит Вас Всему Это Не Значит Что Ты Будешь Сидеть И Помазание Оно Просто Как будто Втеснит В тебя Какие-то Знания И Это Тоже Есть Но Прежде Всего Помазание Делает Твой Разум Способным Учиться Потому Что Мудрый Написано Приобретает Знания Казалось Бы Так Зачем Мудрому Приобретать Знания Потому Что Мудрый Он Потому И Мудрый Что Он Постоянно Находится В позиции Познания Обучения И Первое Что Сделал Соломон Он Нашел Мудрейшего Человека На земле Ему Плевать Вообще Было Что Этот Человек Он Там Ну Не Верит Господа Как Он Верит Как Соломон Ему Было Все Равно Он Видел Что Этому Человеку От Бога Дана Мудрость Приобретать Богатство Вот Как Иезеки Пишет О Хираме Он Говорит Ты Пре Мудростью Свою Умножил Богатство Обширной Торговлю Сделал Вот Как Я Зачитал Говорит Твоей Мудростью Твоим Разумом Приобрел Богатство Вот Она Сила Приобретать Богатство Мудрость И Разум И Соломон Выдал Вот Эту Фразу Общающийся С мудрыми Будет Мудрым Он Думает Мне Надо С ним Заключить Союз Взять Все Что Есть У Него Не Для Того Чтобы Подчиниться Ему Не Для Того Чтобы Поклоняться Его Богам Нет Для Того Чтобы Преуспевать Как Он Потому Что На Это У Него Явно Есть Помазание И И И Закиль Говорит Ты На Тирского Царя Говорит Ты Был Как Помазанный Херувим Ты Был Помазанный И Говорит Я Поставил Тебя На То Я Много Лет Вдумывался В Эту Фразу Думаю Как Может Царь Быть Помазанным Херувимом И Вдруг Знаете В Один Момент До Меня Дошло Он Говорит Ты Был На Горе Божьей Поставлен Чтобы Осенять Я Поставил Тебя На То Я Когда Смотрю На Роль Тирского Царя Я Думаю Ну Конечно Соломон Строил Храм Место Бога А Этот Со Стороны Делал Все Чтобы В Этот Храм Пришли Сокровища Чтобы Это Государство Наполнилось Деньгами Золотом Драгоценными Камнями Вот На Что Он Был Поставлен И Говорит И Вначале Все Было Другого Тирского Царя Какого То Мерзавца Который Пользуясь Уже Нажитым Творил Абы Что Какая Неправедность Нашлась Вот Он Говорит Не Торговлей Ты Погубил Себя А Говорит Множеством Беззаконий В Неправедной Торговле И Вот Он Вавилон Во Всей Красе Вы Знаете Друзья Мои Почему Вавилон Выбрал Торговлю Потому Что Вавилон Выбрал Торговлю Именно Потому Что Торговля Позволяет Держать Под Контролем Друзья Мои Покупать И Продавать Вот Этот Процесс Позволяет Держать Под Контролем Весь Мир Я Не знаю Что Делал Тирский Царь Но Когда Торговля Держит Под Контролем Весь Мир Знаете Что Можно Сделать Можно Страшные Беззакония Можно Организовать Голод Если У тебя Под Контролем Торговля Можно Организовать Голод Можно Организовать Метки У всех На Лбу Потому Что Торговля Вся Твоя Никто Не Сможет Без Тебя Это Делать Поэтому Метка Это Не Обязательно Антихрист В таком Мистическом Понимании Это Просто Моя Власть С Использованием Контроля Торговли Сегодня Вавилон Друзья Мои Получил Под Контроль Религию Они Купили Религию Торговля Сдел Знаете Тот О ком Говорится Ты Премудрие Даниила Он Сразу Понял Что Если Я Хочу Владеть Миром Мне Нужно Владеть Торговлей А Верующие Люди Друзья Мои Торговля Это Не Мое Это Вавилон Просто Мы Еще Будем Много Об этом Говорить Друзья Мои Я Хочу Чтобы Сегодня Цель Моего Урока Чтобы Каждый Знаете Как Подошел Если Еще Даже Не До Конца Но Вплотную Подошел К Осознанному Решению Что Торговля Это Божья Вещь Знаете Бог Который Помазал Даниила Помазал Будем Говорить Тирского Царя Этой Мудростью Для Чего Он Ему Дал Эту Мудрость Да Очень Просто Тирский Царь Должен Был Научить Соломона Пример Хирама И Соломона Он Классный Почему Потому что Соломон Научился У Хирама Но не Стал Хирамом Наоборот Он Стал Богаче Хирама Вы Можете Себе Представить Богаче Хирама Стал Богаче Своего Учителя Значит Давид Стал Мудрее Всех Своих Наставников И Соломон Тоже Он Стал Мудрее Своего Наставника И Богаче Своего Наставника Но Вывел Его В этот Рейтинг Хирам Не Давид Хирам И Как Написано Он Говорит Отец Говорит Я Поставил Тебя На То Осеняющим Херувимом То есть Роль Этого Тирского Царя В Буквальном Смысле Слова Мирского Таргаша Она Была Для Того Чтобы Научить Сына Божьего Торговать После Того Как Знаете Я уже Говорил Об Этом Что Верующие Люди Они Привыкли Рубиться Мечом Слова Божьего Ну Вот Ты Уже Всех Зарубил Всех Победил Твоя Религия Твоя Теология Самая Правильная Вот Твое Учение Самое Крутое Теперь Настал Момент В этом Учении Найти Что-то Какую-то Премудрость Которая Принесет Тебе Реальное Преуспевание Процветание Не с кем Воевать Уже Уже Все Разошлись По шатрам И Теперь Тебе Надо Преуспевать Ты Можешь Конечно Мысли Так Что А давай Я пойду С мечом Сейчас На хирама На этого Вавилона На этого Пойдем Отнимать У него Деньги Это Не так Работает Он Не мечом У тебя Деньги Забрал А торговлей Если Ты Сегодня Верующий Излишне На Вавилон Что Он Тебе Причинил Типа Что Он Мало Ну я Извиняюсь Он Тебя Не Палкой Загнал К себе На работу Ты Сам Выбрал Так Поэтому Ну честно Говоря Тебе Не Воевать С ним Надо И Я Не Говорю За Дружбу С ним Многому Можно Научиться Потому Что Написано Вот Как Я Говорю За Хирама Что Сам Бог Его Поставил Я Сейчас Вам Скажу Один Секрет Для Чего Соломон Был Тем Человеком Той Личностью Знаешь Это Как Прообраз Образ Он Говорит По Сути Дело Говоря Который Отобрал Торговлю Вавилона Преуспел Больше Чем Вавилон Мы Будем Разбирать Эти Инструменты Что Делал Что Означает Для Меня Лично Что Соломон Построил Корабли Потому Что Конечно Чего Мышления Сразу Все Приземляет Говорит Ну Я Не Могу Построить Корабли Корабли Для Тебя Это Прообраз Да Царь Соломон Строил Корабли Но Не Все Строят Корабли Кто Преуспевает В бизнесе В торговле Корабли Это Просто Инструмент Мы Вернемся К этому Позже Но Я Хочу Тебе Сказать Чтобы У Тебя Была Полная Картина Экономики Мы Всегда Говорим Приводим Пример Из 18 Главы Откровений Говорим Что Отец Говорит Народ Мой Выйди Из Вавилона Чтобы Не Участвовать Тебе В Грехах И Там Написано Что Купцы Стоят Товаров Их Никто Не Покупает Они Горят Горе Горе Тебе Вавилон Город Великий То Купцы Больше С Вавилоном В 18 Главе Они Поняли Что Вавилону Конец И Хочу Тебе Обратить Внимание На Эту Фразу Товаров Их Уже Никто Не Покупает Вавилон Устанавливает Свою Власть Над Покупающими И Продающими И Если Вавилон Уже Не Контролирует Этот Процесс То То Никто Не Покупает И Не Продает Это Совершенно Не Означает Что Купля И Продажа Она Закончилась Это Их Товаров Никто Не Покупает А Чьи Тогда Товары Покупают Если У них Неужели Торговля Вся Закончилась Нет Она Не Закончилась Просто Теперь Покупают У Соломона Ну Образно Говоря У Соломона У Царя Золотого Города И Богатство Все Сюда Все Хотят Торговать Только С нами Знаете Что Это Такое Это Ну Условно Говоря Монополия Только Уже Не Вавилонская Божья Я Ешьте Без Исследования Это Означает Что Павел Даже Не Не Пытался Учить На Тему Что Базар Это Больше Не Наша Давайте Ломать Хлеба Он Говорит Базар Будет Он Знал Что Через 2000 Лет Прочитает Все Что На Торгу Покупайте Ешьте И До Нас Это Дойдет Все Это Было Понятно Что Торговля Никуда Не Исчезнет Но Как Если Торговлю Контролирует Вавилон И Метки Ставит Условно Горя Берет Под Свою Власть Метки Это Просто Власть Через Торговлю Вот Это И есть Неправедная Торговля В которой Обвинил Езекииль Этого Тирского Царя Он Говорит Зачем Буквально Зачем Ты Голод Делаешь В Я Буду Вам Друзья Мои Постепенно Вкладывать Вообще Что Торговля На самом Деле Звучит Это Конечно Очень Не церковно Но Торговля Это Основа Отношений Если Кто-то Думает Что Так Вот Везде Говорится Даром Получили Даром Давайте Я еще Рассказал Мы Вернемся К этой Схеме Нету Ничего По сути Дело Говоря Нету Ничего Бесплатного Просто Есть Разные Варианты Кто За Это Платит Знаете Как И Евангелие Ну Когда Мы Его Раздаем Бесплатно Это Не Значит Что Оно Было Не Имело Цены Оно Имело Цену За Это Заплатили То Есть Это Не Бесплатный Товар А Раз Он Не Бесплатный То И Раздается Он Все Равно Кто-то За Это Платит Мы К Это Бизнес Схемы Которые Не Подвластны Вавилону Сегодня Уже Есть Умы Помазанные Которые Изобретают Схемы На Которых Вавилон Обломает Зубы Это Сто Процентов Вам Говорю Я Верю В бизнес Монополии Снов Разрушающая Вавилон Я Верю Что Сильное Партнерство Способно Отодвинуть Вавилон Прочь Если Двое Согласятся Я Знаю Что Деньги Не Подвластны Вавилону Посмотрите Друзья Мои Кто Сегодня Держит Под контролем Всю Торговлю Это Так Называемые Какие-то Выходцы Из Христианских Семей Ротшильды Рокфеллеры Они Просто Когда-то В Библии Прочитали Что Торговля Держит Под контролем Весь Мир И Стали Создавать Вавилон Их Торговля Приобрела Неправедный Характер Монополия Голод Разрушение Экономик Других Стран Все Это Вы Знаете Я Не Буду Об Этому Разглагольствовать И Торговля Вавилона Друзья Мои Она Лишь Предназначена У нее Есть Две Функции Слушайте Внимательно Торговля Мирская Вот Так Вот Скажу Она Выглядит Очень Сильно Ты Когда Как Христианин Который Привык Все Так Вот Делать Как Будто Денег Вообще Нет Делать Вид Что Деньги Тебе Не Нужны Вот Скажу Так Ты Как Христианин Привык Делать Вид Что Деньги Тебе Не Нужны Сразу Ты Просто Сам Себя Выкидываешь Из Божьей Премудрости Которая Говорит О Торговле Я Хочу Чтобы Ты Понял Мой Друг Сегодня Принял Новое Заявление Новое Откровение В Свою Голову Что Торговля Это Божье Изобретение Я Вам Буду Это Просто Показывать С разных Сторон И Вы Заинтересуетесь Люди Которые Занимались Бизнесом И Вы Все Ремя Чувствовали Себя Неудобно Что Вы Торгуете Вместо Того Чтобы Быть Пастором Или Каким Миссионером Вы Реально Будете Ликовать Может Быть Вы Уже Ликуете Вы Еще Больше Воз Ликуете Потому Что Даже Те Кто Являются Миссионерами Они Все Равно Должны Носить На Себе Печать Купца Царства Божьего И Торговля Вавилона Она Предназначена Вот Для Двух вещей Первое Как И Бо Это Странно Не Звучало Бог Вот Этого Тирского Царя Поставил Возле Соломона Чтобы Тот Его Научил Торговать Потому Что Было Время В Израильском Царстве Шли Войны Так И Мы Мы Значит Воевали За какую-то Истину Наконец Мы Стали Истинными Взрослыми Зрелыми А теперь Время Строить Да Потому Что Когда Мы Отвоевали Свои Потери Ну Давайте Какая Схожесть Мы Отвоевали Все Что У нас Украл Дьявол Здоровье Мозги Семь Все Наконец Мы Уже Поняли Как Должно Быть А Строить И Процветать Потому Что Строительство Храма Золотого Города Это Наше Счастье Это Наш Кайф Вообще И Тут Мы Спохватились И Поняли Что Пока Мы Воевали За Свою Жизнь За Вечную Жизнь За Теологию У нас Оказывается Не Осталось Совершенно Никаких Навыков Не Торговать Не Строить И Поэтому Нам Нужен Сегодня Хирам Это Первый Ресурс Который Вообще Тебе Понадобится Мы Еще Вернемся К Этому Это Хирам Это Не Подойдет Для Младенцев Если Ты Все Еще Воюешь За Своё Спасение И Думаешь Что Тебе Надо Попасть На Небеса Тебе Не Подойдет Это Моя Схема Точно Не Подойдет Потому Что Одна Мысль О Том Что Тебе Возможно Придется Взаимодействовать С Таким Вот Хирам Она Тебя Может Приводить В Ужас А Вдруг Он На Меня Повлияет А Вдруг Я Буду С Ним Делать Бизнес И Он Там Повлияет На Меня Я Стану Вавилоном Но Если У тебя Есть Такие Мысли Павел Говорит Если Ты Не Хочешь Общаться С Блудниками Тебе Надо Выйти Из Мира А Как Тогда Собщаться С Блудниками Тебе Надо Каким То Образом Научиться С Ними Сосуществовать На Одной Территории Не Впадая В Их Грехи То Соломон Он Начал С Ним Торговать Он Начал У Него Учиться Кто Сидит Наверное В шоке Думает Что Ты Говоришь Мы Сейчас Судрость Божья Она Не Боится С Кем То Соединяться Потому Что Все Ее Она Не Боится Влияния Ибо Сама Влияет На Все Я Хочу Вам Сказать Еще Очень Важную Вещь Мы Тоже Еще Будем Об Говорить О Храме Вы Даже Не Представляете Насколько Хирам Вообще Повлиял На Жизнь Соломона Вот Этот Самый Царь Который Был Быть Херувимом Осеняющим Он Должен Был Помогать Сделать Так Чтоб Соломон Весь В Золоте Был И Он Ему Помогал Я Хочу Сказать Что Подобного Хирама Я Всегда Наблюдаю В своей Жизни Вот Мы С Олечкой Наблюдаем Что Это За Хирам Это Человек Абсолютно Из мира Который Вдруг Нам Почему То Начинает Помогать Там Своим Мудростью Даже Потому Что У Нас Нет Этой Мудрости Как Устраивать Дела На Земле Вот Многих Вещей Просто Нет Эти Хирам Они Повсюду Жаждут Помочь Сынам Но Сыны Сегодня Гордецы Больше Чем Эти Хирам Что Ты Халдей Необрезанный Мне Тут Рассказывать Будешь Кидают Эти Хирам Знаете Соломон Тоже Имел Такой Грешок Немножко Кинул Этого Хирама Подарил Ему 20 Городов Из Галилеи В Награду За Помощь И Хирам Когда Пришел На Эти Города Посмотрел Он Ему Целое Письмо Написал Говорит Брат Мой Что Это Вообще За Города Так Ты Говорит Что Еще До Конца Не Понимаешь Переслал Ему 120 Талантов Золото За Эти Города Чтобы Было Баснословным Количеством Денег По Моему 120 Ну Можете Сами Уточнить То Есть Что То Такое Шевельнулось Немножко Иудейское В Соломоне Что Он Ему Просто Чуть Чуть В конце Прокинул Но Честно Говоря Честно Говоря Это Не Нарушило Дружбу Хирам Поступил Как Крутой Мужик Он Ему Дал Много Золота И Продолжил С Как будто На самом Деле Бог Его Использовал Не для Того Чтобы Соломона Поиметь Если Так Задуматься Чего Боялся Хирам С его Золотом Он Бриллиант Он Нанял Союзников Себе Мог Раздавить Соломона Он Как будто Был Помазан Помочь Соломону Вот Почему Помазанный Херувим И Этот Интересный Он Такой Херувим Он Фанат Как я Уже Сказал Бриллиантов Словный Перевод Ты Был Покрыт Камнями Увешан Он Ходил Там Даже Есть Сравнение Его Как Женщина Говорит Ты Так Пристрастился К этим Камням Ну Как Баба Извиняюсь Ходил Там Бринчал И Ну Так Определенный Дом У него Был Вообще Как Эдем Он Говорит Ты Как В Эдеме Ходил Почитайте Там Это Там Написано Ты Ходил В Эдеме В Саду Божьем И Это Не Только Мистики Какой-то Касается Возможно Это Сравнение Но Езекиль Так Видел Что Этот Человек Представьте Он Реально Был Помазан Помогать Соломону И Такие Люди Вокруг Нас Есть Это Наш Первый Ресурс Я Уже Много Лет Приклеиваю Ухо Ко Всем Кто Более Менее Умеет Бабки Зарабатывать Кто-то В этом Имеет Мудрость В этом Имеет Мудрость Я Понимаю Что Я Пока Мечом Махал Словом Божьим Строить Не Научился И Поэтому Уже Несколько Последних Лет Я Качаю Таких Хирам Они Мне Помогают Мы Куда Не Приезжаем Везде Есть Такие Хирам Люди Мира Мусульмане Сейчас С нами Такое Происходит Разные В разных Странах В разных Городах Просто Под носом Просто Соседи В каждом Можно Увидеться И заключать С ними Союзы Как Это Сделал Соломон Если Ты Сидишь На Престоле Премудрости Если Ты Младенец Который Борется За свое Спасение Этот Вариант Тебе Не Подойдет Потому Что Худые Сообщества Развращают Добрые Нравы Написано Если У тебя Ты Работаешь Еще Над Добрыми Нравами То Конечно Тебе Не Пойдет Этот Вариант Потому Что Ты Окажешься Просто Под Контролем Хирама Ну Если У тебя Уже Премудрость Я Надеюсь Что Почему Я Не Преподавал Меч Соломона Два Три Года Назад Потому Что Должна Была Появиться Позиция Сына Не На Которого Влияет Хирам А Который Влияет Итак Первое Предназначение Вот Этих Хирам Когда Я Говорю Хирам Я Имею Тирский Царь Образ Мира Вавилонский Их Задача Помочь Внимание И Отвалить Помочь И Отвалить Либо Они Вот Как Написано Что Цари Принесут В этот Город Свою Славу Слава Это Успех В чем То То Хирам Он Служил Своим Успехом Соломону Это Было Его Предназначение Как я уже Еще раз Еще раз Говорю И Это Не Значит Что Соломон Должен Был Стать Под Его Контроль Соломон Должен Был Внимание Развиться Больше Хирам Что С ним И Произошло И Этот Прообраз Друзья Мои Это И Называется Выйти Из Вавилона Когда Тебе Не Надо Обязательно Быть У Вавилона С Меткой На Лбу Потому Что Сегодня Друзья Мои Отец Ожидает Что Мы В бизнесе Будем Двигаться Так В Торговле Конкретно Мы Будем Двигаться Так Что Не Вавилон Будет Нам Метки Ставить А Мы Будем Диктовать Условия И Это Друзья Мои Когда Мы Говорим А Мы Помните У нас Было Видео Когда Я Говорил А Мы Не Будем У Вас Покупать Не Ну У Кого То Ж Мы Будем Покупать Ну Где То Мы Будем Это Брать Или Мы Только Будем Просто С Неба Ну Что Называется Хлеб Получать И Ломать Его И Даже Это Кстати Является Торговлей Но Об Этом Позже То Есть Мы Не Будем Просто Ходить Такими Чудотворцами Которые Я Извиняюсь Только Чудеса Делают И С Этого Едят Если Мы Так Будем Мыслить То Вот Поколение Людей Которые Сейчас Живут И Следующее Еще Одно Они Так И Не Поймут Вообще В чем Состоит Вот Царство Потому Что Ну Один Будет Людей Он Будет Происходить Через Премудрость В Торговле Через Премудрость Как Не Оказаться Под Контролем Вавилонской Торговли Я Хочу Снова И Снова Возвращать К Вас К Мысли Друзья Мои Что Большая Премудрость Хирама Точно Как Написано И Про Вавилон Большая Премудрость Она Привела Их К Такому Умозаключению Это Премудрость Бога Что Торговля Является Главным Способом Во-первых Интенсивного Преумножения Богатства Во-вторых Она Ну это Во-вторых А во-первых Она является Главным Способом Вообще Возникновения Богатства История Знала Много Случаев Какой-то Из таких Случаев Я вам Могу Привести Вот На примере Наверное Еще На вашей Памяти Например Страна Польша Во времена Советского Союза Вы знаете Что Польша Это было Вообще Не за границей Ничего там Хорошего Не было Но однажды Пришел Какой-то Мудрый Правитель И сказал А давайте Польшу Откроем Для торговли И Польша Стала Международным Базаром Все Наверное Все наши Вот мои родители Даже туда ездили Торговали Я знаю Олечкины Ездили И много Все наши Вот знакомые Поехали туда Знаете Что они делали Они привозили туда Да Всякую ерунду Вообще Которая Столет Никому не надо Но удивительно Что возвращались Деньгами назад И со шмотками Заграничными И все такое Там жвачки Все Знаете Что произошло С Польшей За 10 лет Страна Стала Процветать Из-за торговли Обширная Торговля Сразу Подняла Экономику Страны Этому Есть много Процессов Я их не буду Объяснять Они вполне Естественны Чем рисковала Польша Когда открыла Страну Для торговли Рисковали Только люди Которые стояли У власти Потому что Когда ты открываешься Для торговли Люди Начинают Богатеть И быть Самостоятельными Это та причина По которой Во многих странах Люди говорят Откройте Бизнес Дайте Свободу Малому Бизнесу Я вам скажу Никто Не даст Потому что Это путь Однозначно С диктатором Диктаторов Выпустить Власть Из рук И это Примерно То Что Стал Делать Тирский Царь Он Расширился На торговле Подавил Всех Кто мог Кроме Него Это делать А Соломон Так Не делал Вот Написано Что У него Был Равно С Хирамом Флот Корабли Которые Ездили Удивительно Что Они В три года Раз То есть Корабль Уезжал На три года Для чего Чтобы торговать Они торговали 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 Возвращались Привозили Золото Написано Обезьян Павлинов То есть Соломон Не просто Заработал Зачем В Израиле Павлины Он стал Диктовать Моду Знаете Вот как Сейчас В Дубае Модно Леопарда Дома иметь Денег Девать Некуда Модно Конкурс Красоты Среди Верблюдец Сделать Верблюдец Губы Накачивают Депиляцию На этих Лапах Делают Просто Кроме Всего Преуспевания Что народу Стало Что кушать Во что Одеться Люди Стали Уже Знаете Диктовать Соломон Диктовал Моду Мы еще Поговорим Тоже Об этом Один Из бизнесов Был Просто Знаете Ввел Моду Иметь Павлина Дома И все Таким Вау Будем Павлинов Дома Иметь И все Имели Павлинов Еще Деньги В казну Пошли Понимаете О чем Речь Шла То есть Первое Торговля Вавилон Она Предназначена Тебя Научить Когда ты Уже Устоялся В позиции Сына Теперь тебе Надо Оглянуться На Вавилон Сказать А что Ты Мне Можешь Дать Я Вижу Что Ты Хорошо Умеешь Торговать Взял Под контроль Весь Мир Вот Вот Уже Хочешь Метки Всем Проставить Но Метки Это Наша Задача Это У нас Есть Печать Ставить Власть Ставить Печать На Челах Людей Чтобы Они Были Сынами Божьими Духа Святого Поэтому Подожди Подожди Да Я Сейчас У тебя Научусь А потом У тебя Покупать И продавать Никто Не будет Написано Товаров Их Никто Уже Не Покупает А Чьи Покупают Наши Покупают Уже Все Значит Научил А теперь Тебе Надо Понять Ради Кого Ты Был Здесь Помазан Херувим Теперь Все Давай Торговля Это Наша Тема Это Бог Реально Это Наивысшая Степень Друзья Мои Торговля Это Взаимоотношения Это Финансовые Взаимоотношения Я вам Покажу Эти Восточные Люди Они Так Хорошо Знали Что Такое Торговля Для Нас Это Что Постыдное Знаете Вот Как я Могу Охарактеризовать Отношения Христиан Христиан И С торговлей Был Какой-то Стих Про Мужчину Который Решил Торговать Помидорами Разводить И Дома И Продавать И Он Хотел Всю Семью Свою Подключить И Там Такая Веселая История Что Он Потом Шел По Квартире Лианы Помидоров Раздвигая Все Но Семья Отказалась Ему Помогать И Он Вот Так Цитирует Он Говорит Но Мои Домашние Какие Это Вчерашние Им Видите Ли Стыдно Что Их На Рынке Видно И Говорит Ну Я С этой Торговлей Вот Это Деньги Это Рынок Это Вся Грязь Там Этот Бизнес Да Не Хочу Я Вот Лучше Взять Арфу Петь Господу И Вдруг Какое-то Чудо Отсюда Берутся Мысли О Дырах В стене Что Приду Золото И Снова На Арфе Буду Играть Это Все Просто Друзья Мой Абсурд Полное Лишение Мозгов Понятия Управление Я Хочу Вам Сказать Возвращаясь В начало Своего Послания Сегодняшнего Что Написано Что У Соломона В одни Его Золото Только Все Было И Серебро Считалось За Ничто Написано Ибо Он Торговал С Хирамом Вот Оно Ибо Оно Все Полностью Решает Да Это Было Ради Храма Он Инвестировал То Есть Он Поднимал Свою Страну Золотой Город Да Это Было Праведно Да Это Было Мощно Да Это Было Четко Он Не Следовал Каким-то Вавилонским Вещам И Торговля Плавно Перешла В Его Руки Он Преуспел В этом Больше Чем Вавилон Сегодня Друзья Мои Я Хочу Вам Пророчески Сказать Что Настал Момент Друзья Мои Нам Понять Что Торговля Это Сердцевина Царства Божьего Дико Это Может Для Кого-то Звучит Но Царство Божье Подобно Купцу Именно Поэтому Уподобляясь Царству Божьему Вавилон Оккупировал Торговлю Они Заключили Союзы Монополии Они Сделали Корпорации И Стали Нас Контролировать И Когда Речь Идет О том Что Выйден Мой Народ Отсюда Это Не Значит Знаете Верующий А куда Выходить Если У них Вся Торговля Куда Выходить У кого Покупать Ну Ладно Чудо Раз Сделал Чудо Два Сделал Но Я Ж Не Буду Холодильник По щелчку Чудом Наполнять Потому Что Это Ненормальная Жизнь Нормальная Жизнь Должна Но Чудесам Есть Место Как Я Уже Сказал Это Экстремальный Способ Это Ну Как Сверхмера Какая Но В основном Ты Должен Рулить Я В чате Недавно Привел Этот Пример Говорит А что Кто-то Меня Спросил А что Все Чудеса Это Что-то Экстремальное Я Говорю Ну В принципе Да Потому Что Друзья Мои Как С Вождением За Рулем Есть Место Экстремальному Вождению Но Важнее Научиться Просто Нормально Рулить Нормально Рулить И Поэтому Сегодня Преломление Хлеба Это Нормально Но Чаще Всего Написано Ученики Иисуса Пошли В магазин Купить Чего Нибудь А он В это Время Принимал Хлеб Которого Они Не знали Исполнять Волю Отца И Они Пришли Сказали Рави Ешь И Это Было Их Нормальным Способом Когда Не Было Кормить Людей Он Им Сказал Надо Их Накормить Они Они Сразу За Деньги Взяли Знаете Почему Потому Что Они Всегда Так Делали Они Говорят У Нас 200 Динариев Не Хватит На Всех И Тут 5 Хлебов И Там 5 Рыбок Чего Там 2 Хлеба То Есть Практически Этим Самым Они Выдали Что Это И Был Их Обычный Способ Кормить И Кормиться Тратить Деньги И Покупать И Продавать То Есть Если Ты Думаешь Что Иисус Не Покупал И Не Продавал Покупал Друзья Мои И Продавал Насчет Продажи Скажу Позже Но Насчет Покупки Уже Вам Доказал Теперь Смотрите Последнее Я думаю Сегодня Вы Много Узнали О Царе Тирском Чтобы Вас Окончательно Грузануть Я Вам Хочу Сказать Что Хочу Чтобы Вы Меня Правильно Поняли Не Предосудительно Даже Возникло Целое Движение Из-за Того Что Этот Тирский Царь Помогал Строить Храм Соломону Возникло Такое Явление Как Масонство Если Кто-то Узнал Про это Кто-то Не Знал Как Потому Что Царь Хирам Прислал Еще Своего Тезку У него Был Такой Мастер По Золоту Мастер Строить Храмы Отделывать Храмы Золотом Который Работал У него До Этого Его Тоже Звали Хирам Авиа По-моему Авиа Авиа Тоже Звали Хирам Иногда Путают Есть Хирам Царь А есть Хирам Который Мастер Пришел Делать Храм Соломона И Друзья Мои Вот Этот Самый Хирам Который Делал Храм Соломона Масоны Считают Его Своим Родоначальником Они Считают Что Именно Он Принес Мистическое Знание Соломону Которое Помогло Ему Разбогатеть Они Считают Что Это Связано С Храм Кстати Чтобы Вы Знали Храм Соломона Это Главная Святыня Масонов Возможно Для тебя Это Будет Удивительно Но Я Хочу Вам Показать Сейчас На Соломона Красавчик Соломона Абсолютно Не Смущало Что Его Храм Строит Будущий Отец Всех Масонов Его Абсолютно Не Смущало Что Деньги Ему Помогает На Это Абсолютно Его Это Не Смущало Если Так Можно Сказать С точки Зрения Христианина Его Бы В церкви У нас Придали Анафеме Но Храм Был Построен И Слава Сошла На Него И Бог Одобрил Это Ни Слова Ему Не Было Сказано Что Ты В союзе С Хирамом Что Ты Значит Кого Ты Позвал Храм Строить Как Вы Думаете Бог Знал Что Это Станет Началом Масонского Движения Или Не Знал Почему Он Допустил Строить Да Потому Что Все Эти Товарищи Это Наши Подчиненные Он Царя Тирского Херувимом Называет Просто За то Что Он Царю Помогал А Ты Сегодня Тебе Сосед Твой Неверующий Помогает И Ты Халдей Не Обрезанный Ты Помогай И Вали Отсюда А А Бог Он Представляете Он Берет То На Кира Языческого Царя Говорит Что Ты Помазанник Мой То На Тирского Царя Говорит Ты Херувим Мой Послушайте Если Нужно Дьявол Будет Твоим Персональным Херувимом И осенять Будет Деньги Тебе Носить Простите Меня Если Я На Чих Религиозных Чувствах Сыграл Но Я Хочу Максимально Дать Красок Когда Премудрость Божья Сидит На Престоле Дьявол Если Надо Еду Разносить Будет Знаете Историю Такую История Была Такая Что Одна Женщина Значит Какая-то Фирма Решила Сделать Благотворительность Одной Женщине Эта Женщина Была Верующая А Директор Фирмы Был Неверующий И Хотел Ну Такой Сделать Прикол Послал Свою Секретаршу Говорит Принеси Ей Еду И Скажи Что Это От Дьявола И Посмотрим Что Она Будет Делать И Значит Верующая Женщина Открывает Дверь Ей Передают Огромную Собойку Такую Еды Там Вкусняшек Всяких А Она Голодная Дети Голодные И Секретарша Издевает Говорит Это От Дьявола И Эта Женщина Говорит Вау Я Как Раз Господу Молюсь Но Когда Господь Меня Слышит Даже Дьявол Исполняет Мои Желания Давайте Еду Изобрало Понимаете Ну Это Веселая Такая История Я В Интернете Прочитал Я Не знаю Может Это Хороший Вымысл Но Красочно Когда Премудро Сидит На Престоле Когда У нее Есть Гаваонская Ночь Когда У нее Есть Храм Все Начинают Работать На Тебя Мир Будет Учить Если Нужно Тебя Торговли Он Будет Строить Твой Храм Вместе С тобой Они Потом Назовут Этот Храм Своей Святыней Это Мы Его Сделали Но Это Не Имеет Никакого Значения На Храме Печать Храм Соломона Храм Господа И Соломона Про Хирама Ничего Не Сказано Хирам Как Самозванец Пошел Такие Есть Легенды Что Вообще Может Вы Про Это Не Знали Но Через Курс Мир Соломона Будете Ваш Кругозор Будет Огромным Представляете Какая Буча Шла Вокруг Царства Соломона И Масоны Там Зарождались И Про Образ Вавилона Там Был И То Что Вы Читаете В книге Откровений Про Вавилон Вот Это Роскошествование Это То Самое Что Писал Езыкиль Про Этого Тирского Царя То Если Езыкиль Писал Это На Локальном Уровне Он Говорит Вот Есть Страна Тир И Вот Посмотрите Что Там И И Он Пишет Об Это Как Мировой Системе Полностью То Есть Было Вот Это А Теперь Вот Это Понимаете Друзья Поэтому Завершая Своё Послание Друзья Мои Я Хочу Вам Сказать Что Прекратите Воротить Нос От Торговли Я Хочу Теперь В конце Друзья Мои Обратиться Просто Ко Всем Вам Тем Кто Говорит Что Торговля Это Не Моё Теперь Слушайте Меня Очень Внимательно Торговлей Занимаются Абсолютно Все Каждый Человек Из 7-8 Миллиардов Людей Как Только Становится Более Менее Взрослым Он Занимается Покупкой И Продажей Сам Сам Факт Что Вавилон Говорит Не Будешь Покупать И Продавать Это Означает Что Ты Что То Продаешь Не Только Покупаешь Но И Продаешь Кто Тому Скажет Я Ничего Не Продаю Я Просто Уборщица Так Вот Дорогая Сестра Если Ты Просто Уборщица Время И Когда Ты Идешь Устраиваться На Работу Ты Идешь Продать Своё Время За Вот Эти Маленькие Деньги Продать Своё Здоровье Вот За Эти Маленькие То Есть Ты Торгуешь Своим Временем Ты Выбираешь Где Тебе Больше Заплатят То Точно Так Как Ты Приходишь В Магазин И Смотришь Где Подешевле Точно Так Как Ты Приходишь Себя Продать Своё Время Подороже И У тебя Хватает Сообразительности Что Надо Подороже То Есть Ты Мыслишь Как Продавец Как Тот Кто Хочет Впарить Что То Продать Товар Продать Своё Время Подороже Когда Ты Не Хочешь Маленькую Зарплату Это Означает Что Ты Хочешь Продать Своё Время Подороже Продать Свои Навыки Подороже Вот Это Называется Продавать И Запомни Мой Друг Что Когда Вавилон Например Говорит Что Ты Не Сможешь Продавать Это Означает Что На Работу Ты Не Устроишься Это Означает Что Ты Не Сможешь Покупать Налоги Платить Ничего Не Сможешь То То Все Это Является Торговлей Торговлей Точно Так Каждый Учится В учебных Заведениях Для Чего Чтобы В Последующем Продать Свой Талант Свои Навыки Профессиональные Умения Подороже И Сегодня Я тебе Хочу Сказать Очень Обидную Вещь Мой Друг Нам Надо Всем Эту Обидную Вещь Просто Принять И Вздохнуть И Сказать Слушай Вот Правда Почему Так Ну Я так Утрирую Конечно Есть Перечень Друзья Мои Товаров И И Ты Когда Вот Дайте Еще Про Работу Скажу Ты Когда Идешь На Работу Ты Даже Резюме Составляешь Вот Пишешь Тебя Просят Анкету Заполнить Ты Стараешься Чтоб Там Все Было Получше Почему Потому Что Удастся Продать Возможно Подороже Устроиться На Работу Получше Это Значит Продаться Подороже В свое Время Все Это Делает Тебя Уже Участником Торговли Только В отличии Теперь Я говорю Эту Обидную Вещь Управленцы Продают Товар А Рабы Продают Себя Поэтому Чтобы Стать Перейти В эту Категорию Управленцев Тебе Нужно Отвлечься От Того Чтобы Продавать Себя И Найти Что-то В своей Жизни Что Ты Сможешь Продавать Вместо Себя Понимаете Еще раз Отказаться От Идей Продавать Себя И найти Что-то Продавать Вместо Себя Потому что Управленцы Даже Рабами Торгуют Есть Рынок Труда Если Я Сегодня Например Владелец Там Ну Информации Где Кого Подтягивать Я Просто Продаю Рабов Одних На торжеще Беру Сюда Поставляю И так Далее Вот Понимаете И этот Человек Которого Я Нанимаю И Куда Ставлю Работать Он Продает Себя А я Продаю Его То есть Я Беру Свою Надбавку Добавляю К этому Имею На том Что он Работает Я Себя Не Продаю Понимаете Это Просто Образ Мы Еще Будем Потом В это Углубляться Но Я Хочу Сегодня Закончить Главной Мыслью Друзья Мои Управленцы Они Продают Все Что Угодно Но Не Себя Поэтому Царство Подобно Купцу Я Не Продаю Себя Я Могу Продавать Товары Услуги Какие-то Вещи Разные Мы Будем Потом Еще Градацию Сделаем Я Вам Покажу Короткую Торговлю Среднюю Длинную Столько Ниш Всяких Ты Обязательно Себя В чем Нибудь Найдешь Я Уверен Что Ты Себя Но Сегодня Прими На себя Мысль Скажи Себе Я Не Хочу Себя Больше Продавать Почему Я Должен Продавать Себя Я Что Товар Не Не Проще Ли Найти Товар Знаете Когда Верующему Ну Есть Верующие Которые Так И Не Нашли Свой Товар Тогда Им Отец Говорит Ну Давай Хотя Б Помазание Продавай Помазание Кто-то Сидит И В шоке Как Помазание Можно Как Я Уже Говорил Об Этом Я Вас Научу Как Это Работает С точки Зрения Процветания Вот Знаете Как У Меня Получается И Когда Мы Друзья Мои Проснемся Знаете Как Соломон Возвращаясь В начало Урока Написано Ибо Соломон Был Дико Богат Ибо У Него Была Торговля Потому Что У него Была Торговля Он Был Богат Именно Через Торговлю Вам Не Кажется Странным Что Соломон Получив Премудрость Расширился За счет Торговли Тирский Царь Который Получил От Бога Премудрость Больше Чем У Даниила И Знал Все Тайны Если Он Знал Все Тайны Поверьте Если Бо Он Знал Тайну Которая Может Обогатить Больше Чем Торговля Он Бо Не Занимался Торговля Но Торговля Это Все Именно Торговля Позволяет Держать Весь Мир Под Контролем И Поэтому Мудрый Царь Соломон Мудрый Цирский Царь Они Жили В одно Время По Соседству И Вы Видите Вот Поднимается Вавилон Вот Поднимается Израильский Царь Какая Разница Между Ними Почти Никакой Два Мудрейших Человека На Земле Два Богатейших Человека На Земле Но Один Написано Упал Согрешил И Он Стал Контролировать Именно Неправедностью Торговли У Соломона Не Было Проблем С Неправедной Торговлей У Него Были Другие Проблемы Но Не С Торговлей И Поэтому Его Царство Выглядит Вот Так Царство Мирное Правильное Хотя Интересное Сходство Что Описывается И Богатство Сатирского Царя И Этого И Этого Мудрость И Этого Понимаете Друзья Мои То есть И Богатство И Премудрость Они Всегда Рядом И Написано Что Ты Своим Разумом Приобрел Богатство Премудростью Приобрел Посредством Торговли Так Что Друзья Мои Давайте Будем В этом Блоке Учиться У нас Будет Обязательно Очень Крутой Квест Прямо Такой Рывок Практически Когда Мы Будем Высвобождать Нашу Премудрость Практически Чтобы Получить Доход Получить Прибыль Большую Прибыль Я Расскажу О смелости В этом Вопросе Расскажу Обязательно О всех Видах Как можно Делать Об Инвестициях Расскажу Разницу Между Получающими Монету И Получающим Получающим Ради Преумножения Владычества И Много Много Чего Интересного Я Сейчас Хочу Высвободить Помазание На ваш Разум Пускай Стресс Если Это Был Стресс Для Тебя Пусть Он Уляжется Если Кто-то Сейчас Будет Стонать И Говорить О я Уже Пробовал Ся В Торговле Не Хочу Ничего С ней Общего Иметь Друг Мой Ну Возможно Тебя Измотала Не торговля А Слепота В этой Торговле Неправильное Понимание Точно так Когда тебе Раньше Говорили Об избрании Ты думал Что это значит Надо крест Нести Оказалось Это нужно Жить В наслаждении Точно так Как тебе Сейчас Я говорю О торговле У тебя Возникает Страх Возможно Или боль Какая-то Внутри Потому что Ты разбился В торговле И ты говоришь Я лучше Руками Работать буду Это всего Лишь потому Что Возможно Ты пытался Торговлей Заниматься Там Религиозно Или как-то По-другому Может Неправедно Потому что И то И другое Будет Разбитие Я покажу Вам торговлю Во всей красе Друзья мои И мы Потренируемся Обязательно Обязательно Потренируемся Ну а сейчас Просто можешь Положить руки На свой разум Отец Я высвобождаю Эту премудрость Высвобождаю Этот дух Откровения Отец Пусть Эта премудрость И откровение Прямо сейчас Расширят сознание Увидеть место Могущественному Божьему Процессу Торговли Как Одно из Могущественной Ипостаси Премудрости Спасибо Тебе Отец Я благодарю Тебя Благодарю Тебя Пусть Вавилон Будет Разрушен Пусть Вавилон Будет Разрушен Пусть Он уступит Место Золотому Городу Золотому Городу Его Сиянию Отец Я благодарю Тебя Я высвобождаю Помазание На разум Помазание На разум Глаза Откройтесь Разум Пусть Прозревает Я благодарю Тебя Что мы Выйдем Из Вавилона Взяв Всю Премудрость Торговли Строительства Для нашего Мирного Царства Города И храма И явления Духа И сил Спасибо Тебе Отец Благодарю Тебя Спасибо Друзья За ваше Внимание Встречаемся На следующем Уроке И движемся Интенсивно Оставляйте Все Делайте Шаги И главное Осмыслите Вот эти вещи Связанные С торговлей Потому что Это изменит Вашу жизнь Независимо От того Сделаете Вы даже Какой-то Шаг В бизнесе Либо Двинетесь В том Что я буду Учиться Помазами Слушайте Очень внимательно Максимум Выполнения Я хочу Чтобы вы Процветали Этот год У нас Очень особенный Год Нетления До встречи В следующем Уроке Пока Мы нищие И многих Обогащаем Это наша Власть Мы нищими Себя Называем Не потому Что у нас Ничего Нет А потому Что мы Сделали Дистанцию Мы Отрешились Мы сказали Да это Все Ерунда Управление Номер Один Ты поставлен На управление Поставлен Как сын На которому Поставили Печать На лбу Раздавать Хлеб Жизни Это сын Который Не говорит Да мне Козленка Сын Который Раздает Этих Козлят Назначает Урочное Служанкам Меру Хлеба Выделяет Мне не нужен Миллион Долларов Мне нужно Миллион Возможностей Процветание Не здесь Процветание Здесь Я хочу Чтобы ты Знал Единственная Цель У отца В твоем Процветании Я ведь Избрание Субтитры